МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой этапе жизненного пути этого бывает достаточно. Им кажется, что все мое общение, все мое ближайшее окружение, социальные сети – это достаточно для меня информационного повода, информационного внимания. Но на самом деле никакая цифра не заменит живого, реального общения, общения с теми людьми, которым ты не безразличен, теми людьми, которые для тебя важны, для которых, самое главное, ты важен. И вот наши эти любимые детьми гаджеты, любимое цифровое пространство, оно, по сути дела, их в какой-то момент лишает живого общения. И они начинают вот так вот себя вести вызывающе, потому что они сами не понимают, а что им хочется. Они сами не понимают, что внутри у них есть потребность в общении. Зачастую взрослые наблюдают картину, когда дети, подростки, собираются, и вместо того, чтобы просто разговаривать или вести какую-то совместную деятельность, они переписываются в телефонах. Вот что это такое вообще, что происходит? Потому что это становится уже такой ведущей деятельностью, и они уже забывают про то, каково это, и как здорово можно поговорить и поделиться какими-то своими эмоциями и переживаниями. А в цифре всегда есть возможность что-то скорректировать, в цифре всегда есть возможность какой-то переписать свой ответ, передумать, представить себя не тем, кем ты являешься на самом деле. То есть, по сути, делает такой виртуальный образ, и он чаще всего сильно может отличаться от человека настоящего. И они начинают из этого виртуального образа транслировать какой-то посыл миру, транслировать себя каким-то специфическим образом. Не понимая, что обратку они получают тоже относительно этого образа, а не лично себя. И вот эта нестыковка, она и даёт такой когнитивный диссонанс в самом понимании и самоощущении, мироощущении человека. Эти все фурик, водробинг, это всё оттуда же, получается, ноги растут, что человек молодой пытается быть кем-то другим? Да, это уход от реальности, на самом деле, чаще всего. Кто пытается быть кем-то другим, пытается быть модным, пытается быть на волне, пытается быть интересным и, самое главное, пытается быть замеченным. Пытается нанести себя на карту, и чем у тебя нестандартнее поведение, тем больше внимания ты тем самым получаешь. Просто это внимание поверхностное, это внимание как бы сиюсекундное. А они сами не осознают и не понимают, что они нуждаются в более тёплом общении, в более проникновенном взаимодействии. Демонстративным поведением только говорят нам о том, что надо побольше того самого внимания, общения и понимания, что ты за человек, как ты существуешь, что для тебя важно в единицу времени. Что родителям делать? Покупать те самые уши, лапы и хвосты своему ребёнку, который влёкся новомодным течением или нет? Здесь на самом деле нету какого-то такого универсального алгоритма действий. Здесь в любом случае нужно сначала понять причины, что именно ребёнок хочет воплотить в жизнь через такой формат. Хочет, чтобы его заметили, тогда здесь нужно подумать, какая может быть занятость, каково может быть творческое дело, которое позволит удовлетворить эту потребность. Каждый ребёнок на самом деле в чём-то талантлив. Надо просто понять, какая это ниша, какое это звено, и, соответственно, через это можно попробовать продемонстрировать себя миру. А задача родителя — поддержать ребёнка в этом. Второй момент — это может быть просто привлечение внимания, даже просто банально родительского внимания. Особенно это проявляется, когда родители начинают жёстко либо контролировать, либо ограничивать в этой деятельности и говорят, что нет, точно нет, вообще какие там уши, хвосты и всё такое прочее. Ты там взрослый мальчик, девочка, и это всё тебе точно не нужно. И это тоже неправильная позиция, потому что нужно детально проговорить и понять, а что ты хочешь этим сделать. Не знаю, может, ты спортом хочешь каким-то заниматься, и ты эти прыжки, там у них какие-то специальные прыжки есть, разучиваешь, потому что тебе физической активности не хватает, потому что ты хочешь как-то себя в физике проявить и так далее. На самом деле разговаривать, на самом деле попробовать понять, и на самом деле самому человеку помочь понять, от чего бы ему в этом хотелось. Он хочет принадлежать какой-то группе, и он увлекается каким-то направлением, каким-то течением, потому что там подруга или там мальчик, который симпатичен, этим увлекается. Или это всё-таки история про проявление себя, про какие-то нестандартные поведения и привлечение внимания. Всегда это индивидуальная история. Но максимум внимания – это то, что позволит раскопать эту ситуацию, то, что позволит понять, почему так происходит. Ну и, конечно, немаловажно обращаться к специалистам, которые помогут наладить тот самый контакт, если он ещё не выстроен или если он в какой-то момент был потерян. Не бояться. Эта история абсолютно нормальна. Значит ли это, если ребёнок увлекся квадробингом или ушёл в виртуальные сети куда-то глубоко, что это звоночек родителям, взрослым, что пора что-то делать и менять взаимоотношения с ребёнком? Я бы сказала, не звоночек, это прям колоколок. Это такой очень громкий сигнал о том, что не то, что пора, а уже надо вовсю действовать, вовсю активизироваться для того, чтобы возвращать ребёнка в пространство жизни, в реальность, в оффлайн. Как при занятости современного взрослого работающего человека найти время, улучшить качество общения с ребёнком и всё-таки не упустить тот момент, когда отношения ещё возможно восстановить и наладить. Открытость – это тоже тот момент, который позволяет наладить то самое взаимодействие. Потому что мы очень часто, бывает, хотим как лучше, и начинаем с каких-то нравоучений, начинаем с каких-то правильных слов, с каких-то правильных моделей поведения транслировать, при этом сами эти модели поведения не поддерживая. Я, в принципе, убеждена, что только собственный пример, только собственный опыт, только собственное поведение может как-то скорректировать поведение ребёнка. И, соответственно, задача родителей – максимально привлекать к какой-то совместной деятельности. Почему бы мне взять ребёнка с собой на работу и не показать, а что это за работа, а что это за дело, которым я занимаюсь, не показать ему, как относятся ко мне коллеги, показать, как относятся те люди, для которых я это дело делаю. Можно взять его с собой на общественное какое-то дело, если вы какими-то общественными делами занимаетесь, и проговорить ему, а что вы сами чувствуете, когда занимаетесь этим делом, что вы сами получаете, какую отдачу, какие эмоциональные струны души ваши затрагивают та деятельность, которую вы делаете. Можно привлекать к домашним обязанностям, но не в смысле нагружать домашними обязанностями, как у нас очень любят делать. Ну, то есть мы поделим, как с тобой обязанности, ты своё делай, а ты своё. Делать что-то вместе. Любые семейные традиции – это та мощь, сила семьи, которая позволяет как раз сохраниться и заземлиться любому человеку. Если нормальный в семье контакт, ну, хороший контакт, да, то здесь, возможно, там минимальное количество времени, какие-то минимальные традиции. Это может быть встроено в рамках повседневной жизни. Не то, что вот у меня там расписание, всё, сейчас два часа, я выделяю ребёнку. Хотя это тоже хороший подход мог бы быть. Вот, но если нет такого времени, нет вот этого свободного временного слота, где можно вот так вот выделить, то, опять же, встраивать это общение в свою обычную деятельность. Не знаю, вместе куда-то ехать, сходить вместе в магазин, но придумать какую-то задачу, которую они вместе решают. Не знаю, что-то специальное найти, какой-то игровой момент здесь можно использовать, какое-то общение и коммуникация, что-то рассказать, как мы раньше ходили в магазин, что там у нас в нашей жизни было, что я там любила или вот что теперь люблю. Ну, то есть здесь очень много всяких возможных моментов можно придумать. Вот самое главное – искренняя заинтересованность в этом общении. Главное – отложить в этот момент всем телефоном. Это, безусловно, самое главное. Но мы тоже очень часто, бывает, сидим в каком-то гаджете, и ребёнку видим, значит, боковым взглядом, что он тоже в гаджете, ему говорим «отложи телефон» и сами продолжаем. Но это тоже вот такой двойной посыл, который не помогает, не способствует налаживанию контакта. Если ты хочешь, чтобы он отложил телефон, значит, ты должен сам отложить этот самый телефон и предложить что-то сделать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok